всем привет сейчас у нас примерно середина апреля у нас продолжается карантин связи с эпидемией вируса у нас закрыты многие парки поэтому мы решили поедем к мы кататься кататься никто не запрещал тоже не запрещал этот нет окей поэтому поедем кататься посмотрим что происходит в сиэтле планируем довольно долго сегодня погадаться по сравнению с тем как мы это делаем обычно и соня у нас не очень переносит дорогу собрались с собой всякого чтобы получим развлекать ребенка сонечка у нас уже такая сонная скоро заснет поэтому какое-то время мы будем ехать в тишине и спокойствии а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бензин здесь на самом деле подешевел... Здесь не такой бензин, как в России... Здесь три вида бензина... 89-й, 92-й и 95-й какой-нибудь, наверное... И самый дешевый стоит 2,90... А самый дорогой стоит 3,50 сейчас... А до этого самый дорогой стоил 4,50... А до этого самый дорогой стоил 4,50... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чувствую немножко, как будто я обманываю ребенка... За моим картошку фри ребенок ест яблочек... Вкусные яблочки... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, прям необычно, если честно... Вкусимальный район... Надеюсь, этот район университета... Вообще, такой очень милый райончик... Жалко, что там бездомные... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, наверное, какие-то такие туристы... Которые шли в Таргет... Идти, загрудились... Решили на нашли как остановиться... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С другой стороны тоже... У них великие какие-то... Если ты там, если ты будешь стоять... Может быть, у них бомжи... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может быть, самое время рассказать, почему я не снимаю видео про оборотную сторону у Сиэтла? У Сиэтла, конечно же, есть оборотная сторона... Есть и мусор валяющийся на дорогах... И бездомные... Очень часто можно пройти по улице и... Учую запах марихуаны... Потому что она что-то ликвидирована... Да, абсолютно ликвидирована... Вот, но видео про обратную сторону Сиэтла... То есть про минусы... Я бы делать не хотела... Потому что я сюда приехала... Не за этим... А, кстати, смотри, это... Какое-то это... Сообщество... Альфа-Ин... Угу... А, это... Трайл-губерсет... Это... Это тоже... Братство... Братство... Я вспомнил слово... Ой, какой желтый... Классно... Да, в этом видео много таких... Быстро снятых кадров... Потому что ходить мы не собираемся сегодня... Нигде, кроме как в парке... В общем, пока мы едем... Чтобы просто... Времени зря не пропадать... Наверное, можно пока рассказать об остальных минусах... Какие еще минусы? Ну, это, наверное, показатель... Потому что минусы нам приходится вспоминать, да? Да, это очень-очень дорогое жилье... Если ты не работаешь... Где-то в IT... Или ты не бухгалтер... Какой-нибудь... Или не... Доктор... То прям... Дорого... То есть... 2500... За... Месяц квартиры... Это мы живем в пригороде пригорода... И 2500... У нас двушка получается... Две спальни... Два туалета... А... Знакомые у меня снимают... Ближе к Бельвью... Не в центре... Но тоже там... Поближе чуть-чуть к центру... И... Они дают те же самые 2500... За... Студию... Однокомнатная... Да... Однокомнатная квартира... Да... У них тоже 2500... Тоже 2500... Ничего себе... Такая разница большая... Да... То есть... Дорого... Прям дорого... Дорого еще, что... Любые покупки... Ты смотришь на ценник... Допустим... Печенье стоит 7 долларов... Ты плодаешь 7 долларов... Да... И тебе говорят... А давай еще... Потому что... Нет... Печенья нету... Налога... Да... Например... Потому что... Многие... Многие ценники... Не содержат налога... Соответственно... Нужно еще сверху... Прикладывать налог... А если ты еще и в ресторане... То кто в сумме... Которые тебе посчитали... Нужно еще обязательно оставить чай... А чай здесь... Так... Это уже другой... Чаевые... Это не закон... Оставлять чаевые... Но на тебя... Как бы... Очень криво будут смотреть... Если ты чаевые не оставишь... Сколько значит? 10% это значит сказать... Что тебе не понравилось... 10% это ни о чем... Это значит... Что тебе якобы не понравилось обслуживание... 15% это... Ну типа... Да... Обычные чаевые... 20%... Причем... Причем... Это если ты постоянно возвращаешься... В одно и то же место... И все тебя устраивает... До 30%... Да... До 30%... Расскажи... Как тебе надоело... Все... Весь сырик... Уже скушали... Яблочки... Уже тоже все скушали... Соня... А что же будем делать тогда... А? Угу... Именно поэтому мы пока не ездим далеко... Угу... Я бы сказала еще минус... То, что налоги приходится самому рассчитывать... Ну... Или с использованием каких-то... Сторонних лиц... Программ... То есть в России такой проблемы нет вообще... Ну... Потому что... Сколько мы в России платим? 30% нет? Ой... Ну там... Там по-другому все устроено... Ну короче... В России тебе не нужно на этот счет париться... Сколько тебе сказали заплатить налогу... Столько ты и платишь... Ну... Здесь тебе все это нужно рассчитывать... Ну... Самостоятельно на семью... Мы еще этим делом не занимались... Когда нам нужно это делать? В июне? В июле... В июне... В июне... В июне... Мы брали какую-то отсрочку, да? Да... Потому что мы не находимся... Вообще налоги платятся в апреле... В начале апреля... До начала апреля... Но... Это как на начало апреля мы не находились в штате... Больше полугода... Соответственно мы не считаемся налоговыми резидентами штата... То есть нам не надо платить налоги... Поэтому просили отсрочку... До июля... Дали специальную компанию... Которая заплатила денег... И нам все это сделали... Возможно... Минус для нас... Это не бесплатный детский сад... Потому что в России мы бы его получили бесплатно... Я так понимаю, что здесь тоже есть бесплатные детские сады... Но... Надо быть очень бедным... Я думаю, что да... Там много детей из малоимущих семей... И наверное, это не самое хорошее место... В которое... Парк Клоус... А мы не туда едем... В которое можно отправить ребенка... Когда ты приехал, грубо говоря, за лучшую жизнь... А... Медицина... Вот это да... Медицина... Медицина, да... Если у тебя в медицинской страховке... Ты в жопе... Медицинские услуги без медицинской страховки... Стоит очень дорого... И проще просто умереть... Вот... Мы приехали сюда... Отличная парковка... Прямо около воды... Никого нету... Супер, да... Медицина здесь, да... Другая... Все очень дорого... К зубному вообще... Лучше не стоит суваться... Ну и в общем... Как бы... Подводя итоги... Какие-то минусы есть, да... Но их приходится вспоминать... И... Пока есть работа, тут хорошо... Да... Нас вообще-то все устраивает... Соня, гулять? Гулять! Мы сюда походим... Если вам не понравится... То поедем в какой-нибудь парк... Гулять! Еееей! Сверху, которую мы проехали... Ха-ха! Здорово! Гуляй! Ну хорошо, а есть для тебя очевидные какие-то плюсы? Очевидные плюсы? Ну как минимум здесь нет санкций. А так как очень многое в жизни у меня зависит от еды, я очень люблю есть. Есть люди, которые используют пищу как для того, чтобы просто энергию употреблять, иметь силы двигаться. Для меня пища это прям вкусно, что приготовленное. Это прям счастье и радость. Поэтому тогда в России запретили сыры и продукты. Многие перестали перевозиться. С предназначением у нас не все хорошо, а здесь нет санкций. Здесь много разных вкусных продуктов. Очень много локального, много локального вина, пива, срок, всего всякого. Но здесь самое главное, что здесь морепродукты очень хорошие. Морепродукты здесь отличные. Местные ножки. Всякие устрицы, креветки размером с голову. Походу он, возможно, кого-то выращивает. Нет, я думаю, это просто водохранилище. Да, вообще. Вот еда. Еда это прям, мне кажется, плюс. Народ менее напряженный и улыбается. Приятно. Сейчас он все равно напряженный. Улыбается, но все равно. Они как бы машут на улице. Незнакомые люди, проходя мимо, тебе там скажут хай. У нас в маленьком городе. Все это, мне кажется. Я думаю, так же. Я думаю, все-таки менее приятные. Чем больше город, тем менее приятные люди. Климат. Пока что климат здесь вообще не в сравнении. Мне кажется, я бы еще сказала комьюнити. Комьюнити? Комьюнити. Я даже не знаю, как на русский перевести. Добрососедство это называется. Ну, что-то вроде того, да, соседство. Добрососедство. При том, что люди, да, оказывают другому какую-то помощь. Собираются на мероприятия. Висят везде плакаты по всему городу. Сиэтл, Вашингтон. Мы сможем. Мы пройдем через... То есть здесь такой силен дух соседства? Да. Не знаю, можно это называть так? Ну, когда ты заплатил за дом 4 миллиона долларов, твой сосед заплатил за дом 3 миллиона долларов. Ага. Все-таки кто-то думается, что вы будете с друг другом хорошо общаться. Плюс огромный в том, что еще здесь отличные налоговые ставки. На машину, на недвижимость. Потребительские кредиты тоже какие-то смешные проценты. не то, что в России. Я бы считала, очень много интересных мест. И природа, и кафешки всякие занятные. Ну, кафешки, кстати, я бы, наверное, не сравнил бы, потому что все-таки кафешки в большинстве своем в Питере были, наверное, интереснее в плане кулинарии, какого-то антуража и прочего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там сказочные домики. Другая страна окна в окна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, да. И мы думаем, что еще они очень дорогие, скорее всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас еще в районе Сеэтла, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, в районе Сеэтла, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, насчет человеческих прав и свобод. Это уже слишком политическое вставлять в видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, причем, очень такой тихий райончик. Даже учитывает то, что это, в общем-то, город. Это Сеэтл. А, вот там еще вдалеке задний дворик. И там классная печка, не знаю, наверное, для пиццы. Но выглядит она очень здорово. И вот еще кролик. Ха, такой забавный. Одно ухо висячие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там целые цепки. Даже люди лепесточки. Лепесточки от Камелии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, нагулялись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас сегодня покормим, поедем по направлению к дому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая у нас получилась субботняя поездка. Всё. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего?